Ну, хотелось попробовать сегодня как-то устаканить свое неожиданно хорошее положение в турнире, поэтому вернулся к ударному ходу конь F3, куда же без него. C5, раньше я играл только конь F6, C4, G6, но теперь вот вторую партию уже в этом турнире играет C5, C4, конь C6. То есть, знания мои тут рудиментарны, поэтому я, в общем, последний ход, который я знал, был девятый, поэтому, а там в теории, я так понимаю, еще предыдущий оратор много, я думаю, мог бы рассказать об этой позиции, но он уже ушел. Вот это все теория, A3 ходил здесь к равник с Тимофеевым, Тимофеев ходил слон Е7, что допускает B4, F6 гораздо более принципиальный ход, потому что теперь B4 так легко не провести, что-то надо делать. То есть, я еще знал, что надо ходить E3, это было вот последнее, что я знал, из разговоров с людьми, которые занимаются шахматами. Идея, естественно, в том, чтобы на следующем ходу пойти до B4 и попытаться жертвой пешки воспользоваться тем, что черные немножко отстали в развитии, плюс сделали пару не вполне эстетичных ходов, то есть F6, понятно, что не украшение. F6 хорошо, если черные успеют по слоне 7, рокировка расставит слона на Е6, тогда F6 абсолютно нормальный ход. А если я успею вскрыть там линии Е и Д, то F6, конечно, будет, прямо скажем, не очень. Поэтому FD3 ход очень логичный, D4 допускать не хочется. Но здесь, опять же, я подозреваю, что, может быть, первый же ход, который я сделал сам в этой партии, неправильный. То есть конь H4, допустим, заслуживает некоторого внимания, создавая угрозу слона Е4, ферзь H5 шахт. Но мне не нравилось, что черные пойдут слон Е6, на ферзь H5 шахтере всегда есть ход с ферзь слона F7. А F4, черные, скажем, бьют ЕF, и не очень понятно, чего я добился. Потом, может быть, даже 3-0. Какая-то получается очень сложная замотанная позиция, но думаю, что у черных просто отлично. Поэтому я пока пошел к конь Е1. Но ферзь отошел на G6, мог отойти, скажем, на D7, я рассматривал такой ход. Но тогда мне казалось, что, может быть, не бессмысленно пойти конь C2. При случае возобновляя угрозу D4 и создавая, может быть, в каких-то бойцах идею B4. На ферзь H6 это уже не очень годится, потому что черные пойдут слона F5, нападут на этого коня. Но, опять же, можно пойти F4, но мне казалось, что во всех этих бойцах черные просто бьют. Ладью как-то не очень хочется, она попадает подо всякие темпы. А если же F, то... Ну, с одной стороны, мы обменяли вроде центральную на боковую, и это нас учили в детстве, что выгодно. С другой стороны, понятно, что теперь черные точно успели закончить развитие, у них должна быть нормальная позиция. С другой стороны, и, в общем, ход, который я сделал, он тоже не очень агрессивный. Можно было в соответствии с общей идеей пойти D4, но конкретно здесь мне казалось, что черные могут иметь хорошую позицию. По словам D3, у них, например, появляется такой лицо слон G4, который мне не очень нравился. На ферзь H4 шаг даже по словам D7 назад. Ян говорит, что я мог иметь здесь пойти конь F3, но это как-то уже очень абстрактно. Ну, черных миллион возможностей здесь. Я, честно говоря, не знаю. Может быть, именно так и надо. Вполне возможно, что оправдывать идею E3 нужно именно таким образом. И, как сказать, желающим изучить теорию этого варианта, я рекомендую купить книжку Марина, о которой я только слышал, в которой я знаю, что E3 рекомендуется, но как бы мне в жизни не держал ее в руках и не имею никакого представления, что великолепный румынский теоретик предлагает делать дальше. Поэтому я пока думаю, надо сделать какой-то человеческий ход. Пошел D3. Слон Е6. Ну, разумно. Можно слон Е7, но тогда, может быть, я уже буду ходить к конь C2, D4. Поэтому пока слон Е6, с тем, чтобы на конь C2 или на конь F3 у черных появляется ход ладья D8 или 3-0. Нужно что-то делать другое. Ферзь А4 выглядит и с этим очень естественно. Слон D7. И конь B5, потому что нужно как-то немножко нарушать гармоничное построение черных. Мне казалось, что важно снять пару фигур и создавать какие-то идеи на ферзьевом фланге. Ладья B8, ферзь C4. Ну, и в анализе было очень, очень у нас был такой живой, как сказать, с шутками-прибаутками сейчас попытка посмотреть партию с Яном, потому что я считал, что у меня всю дорогу было, может быть, чуть поприятнее. Он считал, что у него. И вот начиная, скажем, с этой позиции, где он мне объяснял, что может быть справедливо. Я не знаю. Я, честно говоря, он играл настолько быстро, что я не успевал всерьез оценить, что происходит. Мне казалось, что я делаю какие-то ходы, которые мне казались правильными. А дальше уже, как бы, вот он сделает ход, я буду на него реагировать. Такая у меня была основная идея. Ну, здесь можно пойти, скажем, не допустить B4 ходом А5. Можно пойти B5, ферзь C3 и дальше какой-то делать ход, скажем. То есть не совсем получается защититься от B4. Потому что я думал, что он может вот так защититься от хода B4. Но на самом деле тут я планировал поставить ловушку. Слон B4, ферзь B3. И казалось бы, черные могут пойти А5. А нет. То есть B4, на самом деле, пограживает в большинстве позиций. В итоге Ян выбрал очень любопытную, такую интересную, очень, как сказать, необычную идею по тому, как связать ладьи, как мобилизовать свои фигуры. Пошел слон D6, спокойно допустил B4. И в этой бойце пошел король Е7. Очень нестандартная такая идея. И недурственная. И связанная как бы с вариантом, который я, честно говоря, вообще не рассматривал. Я отходил слон B6, отказался в целом из общих соображений. Потому что я думаю, слон B6, ладья бета-7, ладья Hc8. Зачем, думаю, я отдал слона? Всего одна пешка как-то. Сейчас черные консолидируются. А у меня какие-то такие фигуры, что, честно говоря, не хотелось. Мне всего за одну такую пешку отдавать целого слона. А Ян собирался на слон G6, хоть ладья Hc8. Тоже очень любопытная идея такая. С ладья C4, слон G6, ладья C1, ладья C1 и Hg. Нет целого качества у черных. Но при этом, опять же, координации у белых нет совершенно никакой. Пешку B4 защищать неудобно. На конь C2, наверное, ладья C8. Я не знаю, насколько это корректно. Я просто хочу показать, насколько у нас были разные идеи. Насколько у Яна, как бы сказать, фантазия фонтанировала сегодня. Я же, в общем... Ну, плюс я считал, что у меня после B5 поприятнее. Поэтому я много времени не тратил на ход слон G6. Конь B4. Ну и здесь можно пойти слон D2. Тогда черный ходит слон E6. Теперь ферзь C3, ладья Hc8 уже не очень выгодно. Ферзь H4, пока конь бьет D3. И вся эта игра черных держится на том, что после слон бьет слон E4. Но это можно и сразу, но наиболее наглядно это вот в этом варианте видно. Казалось бы, белые выиграли. А вот и нет. И фигура не выигрывается. Поэтому, скорее всего, белые должны пойти ладья B7. И думаю, что партия должна закончиться после условного конь E1, ферзь D3. Слон B4, скажем, ферзь бьет B5. Я думаю, что наиболее вероятный результат ничья. Потому что с королем на D6 я не думаю, что черный СС претендует на победу здесь. Но, с другой стороны, так же я и не очень верю, что я смогу развить достаточные инициативы, чтобы поставить большие проблемы. Хотя вот я сейчас смотрю на эту позицию. Съел, съел ферзь E4. Создал угрозу ладья B1, ладья D1 шах. Ход это делать будет довольно неприятно черными, потому что ладья с H8 все время не ходит, потому что висит на H7. Может быть у меня и лучше здесь, но, опять же, мне это было не нужно, потому что мне очень нравился ход ферзь B3. У черных теперь есть такой выбор. Они слон E6, ферзь B1 могут или пойти здесь A7, A6, на что я собирался ходить слон D2, конь D5. И здесь выбирать между конь F3, скажем, или просто самое тупое взять-взять ферзь D1. И, ну, как бы казалось, что я все вернул на места, и у меня ничего особенно здесь не должно быть, но у черных по-прежнему король на E7 все же. И пешка A6 слабая. То есть надо как-то ее сейчас защищать типа ходом конь C7. Я могу пойти слон A5, напасть на нее еще раз. И дальше хочу, может быть, конь F3, D4 провести. Или сразу D4. То есть я думаю, что как худший вариант, я в какой-нибудь редакции съем пешку A6, отдам за это одного из слонов, и после этого у черных будут великолепные шансы на ничью. Я думаю, что объективно бойцы они нечейны. Но пешка лишняя, будем ходить. Или же то, что делал Ян. Ферзь E8, ход который я немножко недооценил. Но тем не менее у меня сохраняется, мне кажется, какой-то маленький плюсик. Ладья A7, ферзь B5, слон D2. Хочу пока конь C2. Ну и плюс проблема черных в том, что им бы хотелось включить в игру ладью H, но постоянно на это следует D4 и висит пешка на H7. Ну и опять же, и здесь в этой пайце мы тоже с Яном расходились в оценке. Мне казалось, что у меня как стабильный небольшой перевес, а он считал, что ему осталось пару ходов до полной консолидации, и дальше пешка B пройдет в ферзи. Ну как бы обе оценки имеют право на существование, потому что на самом деле, если черным удастся консолидироваться, то у них, наверное, будет поприятнее. Но до консолидации все-таки еще довольно много ходов. Ферзь B6, ладья A3. Ход, мне кажется, важный и хороший, потому что если сделать стандартный ход ладья A4, то после конь D5 как раз у черных, видимо, полный порядок, потому что я не могу как следует больше напасть ни на что. У меня немножко закончились активные идеи здесь. А после ладья A3, конь D5, ладья B3, я как раз занимаю фигурами правильные позиции, и у черных начинаются какие-то проблемы. Ну и вот здесь позиция, какие здесь есть ходы кандидата. Есть вот ладья A8, который был бы ничего, наверное, но на него мне казалось очень сильно конь C2. Идея в том, что я меняю пару, но ценой размены пары конь с жуткой скоростью добегает до C4, где его, видимо, придется бить, после чего черная станция с королем на Е7 и совершенно фантастической пешечной структурой против белопольного слона. То есть хуже не представить себе, как можно поставить пешки. И хотя на доске практически не остается материала, мне казалось, что у меня... Ну там примерный, так даже ходить нельзя. Я думал, ферзь C5 предложить в качестве условного варианта. Ну, допустим, ладья C8, конь C4, слон C4, Dc. Мне кажется, этот бойцы вообще может такаться выигранный, потому что висит на H7, надо, видимо, ходить как-то G6, ну, даже ладья C1 пока. И дальше спокойно, не знаю, H4, H5 раскачиваем с обеих сторон, а у черных ни координации, ни белых полей, ничего нет. То есть ладья A8 не проходит. Ладья Bc8 есть, наверное, ход со сетей защититься от конь C2, но на самом деле она от конь C2 не защищает. Так смотрю, сейчас это не защита от конь C2. Ну, и принципиальный ход ладья... Сейчас, секунду, нет, вру. Нет, конь C2, ладья C2 здесь, секундочку. На ладья Bc8 надо какой-то ход здесь делать, да. Но мне кажется, что может быть D4 здесь разумно. Просто ЕД, ЕД. По крайней мере, надо рассматривать такой ход. Просто ЕД, ЕД, и если ферзь будет D4, то просто конь F3. И дальше ладья Е1. И у меня все вышли, со мной всего одной пешки, у меня вышли последние фигуры, и черный с королем на Е7. Думаю, что большого удовольствия не будут получать от жизни здесь. Момент, я тут это... Не хочет, ну ладно. Поэтому Ян пошел с ланца 5, ход хороший, я думаю, что объективно сильнейший в позиции. Но проблемы не заканчиваются еще. D4. Тут хотелось бы, конечно, пойти, взял-взял конь C6, но, к сожалению, это проигрывает фигуру. Что я видел, а Ян нет, но тем не менее так не пошел. Я был огорчен. Он думал, что ладья D8 спасает фигуру, а слон Е3 на самом деле съедает практически целую шашку. Поэтому, если ходить к конь C6, то это нужно делать здесь. Но тогда мне казалось, что я могу взять, взять и, например, пойти... Это у меня есть была идея. Вот это мне казалось, кстати, не так бессмысленно. Здесь можно D5, но, скажем, ладья D8, и не очень понятно, что и как я здесь выигрываю. Не знаю, может быть, ладья D3, правда. Я вот сейчас думаю. Слон F5, E4. Может, я тупо просто забираю фигуру? А, может быть, тогда все равно не проходит. Мне казалось, что при пешках E5, E3 нет хода слона E3, и тогда так можно. А, видимо, все равно нельзя. Но тогда просто строго единственное то, что Ян сделал, взял-взял конь A6. Потому что если не включать E, D, E, D, пойти конь A6, то после ферзь B6, слон B6... Ну, представьте себе, я побью здесь D, E, F, и у меня будет пешка на E3, у черных на E5. Я пойду слон C3, конь D3, и просто съем ее хода в два. Понятно, что этого делать нельзя? Вот. Ну и здесь позиция. Мне казалось, что у меня большущий перевес здесь должен быть. Но, учитывая, насколько мало осталось пешек, все-таки, наверное, черные аккуратные защиты делают ничью. Ян же считал, что по цене ясно, и поэтому уклонялся от продолжений, которые ему казались совершенно ничейными. Опять же, как бы вот выходила такая... Хочется какое-нибудь красивое латинское слово употребить, дихотомия. Не знаю, не правильно я употребляю, не правильно. Любимое слово. Назначение я его знаю не вполне. То есть можно даже начать с конь D3, мне казалось, здесь. Но меня немножко беспокоило, что черный мог пойти G5. И вообще не пустить слона на F4. Поэтому я решил от греха пойти сразу на F4. И тут у черных... Ну, кажется, что сейчас поменяется B7 на D4. На самом деле, скажем, вот вариант, от которого я отказался, потому что он скучный был. Как он мне объяснил? Слом B7, конь B4. Здесь я собирался пойти пока конь F3. Если черные бьют на D4, здесь я собирался, по-моему... Как это у меня была здесь мысль? Бить, бить и в каком-то порядке ходить слон Е3 или ладя B1. Мне казалось, что еще и здесь там Ля7 у меня есть ход. То есть черным еще нужно, может быть, будет сделать пару кратных ходов. Плюс в этой поиции мысль на конь F3 можно поискать ход какой-то. На слон B4 можно попробовать пойти пока ладей Е1 здесь. То есть, наверное, вот это ничья. Я думаю, что может быть, это ничья. Но еще все-таки пару точных ходов придется сделать. То есть здесь, может быть, можно задуматься над ходом конь C2. Может быть, мне что-то это дает, я не знаю. То есть надо разбираться. Потому что возможности у меня, как ни странно, невзирая на малое количество фигур, мне кажется, что возможности поставить пару проблем здесь у меня очень много. Слон C7 ход, который сделал Ян, он как бы приглашает меня бить на А6. Но тут получается такая странная пальцевая. Надо ходить слон B6, потому что если D5, то самая жесткая ладится 7 и ладится 1, мне кажется. И когда останется легкие фигуры против ладьи при одной ладье на доске, я думаю, что, насколько я помню, даже 3 на 3 на одном фланге ничья. А уж пока пешка А6 жива, тут вообще нет шанса на победу. Поэтому слон B6, слон C4, скажем, кунь F3, слон F1, слон F1, ладят C6. Ну и опять же, из этих же соображений, что на слон C5 черные побьют, видимо, надо, если играть на победу, ходить слон A5, ладья B8 и делать какой-то ход. Скажем, я не знаю, король G2. Но по этой своей, прямо скажем, менее ясно, чем бы мне хотелось, потому что фигуры, как бы, хорошо иметь много фигур, но у ладей громадный оперативный простор, пока ни на что невозможно напасть. В общем, меня это не очень устраивало. Единственное, чем я был на себя немножко зол, я в этой позиции зачем-то продумал 5 минут, хотя план у меня был пойти слон F4, если я им пойдет слон C7, пойти кунь D3 мгновенно, потому что у меня было не так много времени, и ладья B8 мне, честно говоря, не нравилась. Но тем не менее, когда он пошел слон C7, я решил, что я не имею права еще раз не перепроверить, нельзя ли съесть фигуру. Потратил ценные 5 минут. Кунь D3, взял, взял. Ну и вот важный очень момент, потому что я, честно говоря, не рассматривал другого хода, кроме слон C4, по крайней мере, издалека, после которого, ну я думаю, что белые поддавливают, но они должны играть очень точно, чтобы ставить хоть какие-то проблемы, особенно учитывая, что я, скажем, мне ни в один момент, и меня не устраивало съесть пешку B. Ну, скажем, я могу пойти ладья B1 сразу здесь, на что черные пойдут, скажем, ладья D8, ладья B7, ладья B7, слон B7, конь C7. И, возможно, пешку D4 даже можно как-то здесь сохранить, хотя сразу не видно, как. Но даже если ее удастся сохранить, я думаю, что выиграть эту полицию практически невозможно, потому что она слишком центральная, лишняя пешка, если бы она была хотя бы на линии C. На линии D обычно хватает здесь у черных игры, и черные занимают блокаду на поле D6, скажем, и делают спокойно ничью. Как бы у меня был в голове какой-то вариант, которым я собирался ставить какие-то проблемы здесь перед черными, но я, к сожалению, честно признаюсь, забыл, как я собирался здесь ходить за анализом и за всеми вещами. Какая-то у меня была мысль. Мне не казалось, что здесь совсем ничейная поэция. После ладья 1, король D6, какая-то у меня была тонкая идея по нападению на слона с каких-то странных полеги. Это может быть ладья А4, какая-то тонкость. Но уже сейчас не восстановить, как именно я собирался. Что здесь делать? Вместо чего поставил ход с лонца 8, который меня, честно говоря, шокировал, потому что, ну, это не может быть хорошо. Его смущало, опять же, что потеряется пешка B7. Он как-то по-прежнему считал, что она сейчас пойдет в ферзи, и у него будет лучше, потому что у него отдаленная проходная, видимо. Ничем другим, якобы, немножко получается, что я, как бы сказать, иронически все время рассказываю про то, что я думал во время партии, и это не стоит совершенно передо мной такая задача, я не хочу этого. Но, честно, ход с лонца 8, шахматист его уровня не может сделать, ну, как бы, я не понимаю. Он сам, я думаю, что в любой другой день, в любую другую минуту никогда в жизни бы такой ход не сделал. Мы же все знаем, что он шахматист, как бы, хороший, ну, видно, что так нельзя. Поэтому, честно, у меня нет объяснения. Кроме, как сказать, желания переломить ход турнира, и, может быть, где-то там, учитывая, что у меня было, может быть, немножко меньше времени, где-то зацепить какой-то случайный шанс на перехват, как бы, ничем другим ход с лонц 8 объясняться не может, потому что, ну, понятно, что это не игра на победу, а с точки зрения игры ничью, все-таки хотелось бы его поставить поактивнее. Ну, и здесь мне уже, как бы, совсем казалось, что у меня должно быть выиграно, но еще, может быть, не совсем все так. Хладей е1, ну, может быть, сильнее король d8, я не знаю, но уже позиция, ну, на король d8, я, например, могу пойти конь h5 и съесть пешку g7. Ее просто уже защитить невозможно, поэтому король d6 основной ход. Вот. Ну, и здесь, опять же, я, скажем, могу пойти ладья b3, что, видимо, может быть, съедает пешку b. Я-то, я собирался ходить b5, ход, который я почему-то внимательно не рассматривал, сейчас не могу понять, почему, но мне, опять же, меня не устраивало опять то же самое. Я считал, что b6, ладья b3, ладья d8, и опять я, вроде, съел пешку b, а партию вполне могу не выиграть. То есть, как бы я хотел, я, например, хотел больше уже. Мне хотелось съесть что-нибудь побольше, чем пешка b при размене большого количества фигур. Поэтому я пошел ладья e3, что, честно говоря, было связано в некотором смысле с зевком, потому что я как-то забыл проход слона d7. Опять же, я над него отказался, потому что я могу пойти ладья e7, ладья b8 побить на e8, побить на e8 и съесть на b7. Но, как мы уже проходили, я считаю, что это, скорее всего, ничья. Поэтому я-то планировал на слона d7 ходить конь h5 с тем, чтобы уже на ладья g8 ходить ладья e7 и бить на g7, а не на b7. Но тут, по крайней мере, начинается какая-то жизнь, условно говоря. Можно пойти b5, на конь g7, пойти, скажем, конь c7. Я по-прежнему считаю, что у меня здесь должен быть громадный перевес, но тут, по крайней мере, какая-то пешка b хотя бы дойдет до поля b4. И у меня будут какие-то основания беспокоиться и поглядывать на ту сторону доски, во всяком случае. Ход же, который сделал Ян, он натыкается на тактическое возражение. Конь b4. Теперь на ладья e7, понятно, конь c2, но есть ход ладья b1, конь должен пойти на c6 и ладья c3. Ну и тут уже проблемы у черных очень-очень серьезные, потому что практически нет защиты от d5, ладья b6, d6. И плюс я сейчас грожу сломбит c6, просто есть фигуру. Мне, честно говоря, казалось чуть ли не единственным пойти слом d7, здесь d5, скажем, конь e5, шах, король d7, d6, король d8. Выглядит, конечно, чудовищно, но, по крайней мере, белые не выигрывают сразу. Видимо, выигрывают погодя, но тут, я не знаю, допустим, какой есть правильно сделать ход. Ладья, допустим, c7, ладья h8. Ой, не туда. Ладья h8. И, скажем, не знаю, h2, h3. Положим такой. Не может быть вредным этот ход. Ну и, опять понятно, что перевес у белых громадный, выиграют они или нет, это вопрос, на который я не готов отвечать с уверенностью. Потому что, например, сейчас я смотрю, здесь можно пойти g5, конь d5, ладья e6. Вроде как черные копались. Еще борьба продолжается. То есть... Можно было, наверное, h4. Можно было h4, но тогда поле g4 для коня. Я не знаю. То есть, вот это мне казалось лучшим шансом. Опять же, я вот сейчас смотрю, может быть, имеет какой-то смысл начать с ладья b6, я не знаю. Или в этой позиции подумать, пока не ходить d6 шах, потому что, может быть, я могу добиться чего-то большего, пока погодив с этим делом. Хотя не очевидно, как. Но надо было как-то вот уже остановиться с романтизмом и переходить к тяжелой обороне. А я сделал еще какой-то активный ход слонов 5, после которого уже совсем ситуация тяжелая. То есть, как бы на ладья b5 строго единственный ход конь e7. Уже не очень, честно говоря, понятно, что он вообще имел в виду, потому что ладья b5, конь e7. Ну, то есть, не вру. На самом деле, здесь можно пойти слон d7, перейти к предыдущему варианту, но тогда лучше было начинать со слона d7. А ладья b6, мне кажется, выигрывает сразу, потому что ну, я, в числе прочего, грожу слону bc6 здесь. И просто съесть, там, владец 7 шах, ладья bg7, самое тупое. Не говоря уж, обугороди d5. Вот. И вообще неправильно, какой делать ход, потому что на g5 я могу и слону bc6 пойти. Мне кажется, что самое жесткое на g5, кстати, просто пойти. Выигрывает, естественно, и конь h5, но можно пойти так. Теперь пойти так. На король d7 пойти ладья cd6. Если король идет в ту сторону, то я съедаю пешку f6 шахом, а на король, скажем, c8, я хожу ладья bc6, король b7, конь d5. Ну, и есть мнение, что тут мат. Тут даже не то, что я съем весь королевский фланг, а я его, вне всякого сомнения, съем. Я думаю, что я даю мат. Так, по виду, такая коробочка, которая должна хватать, ее должно хватать для мата. Слон d3, ну, хотя бы ладья c7, конь b6. Это, конечно, не мат, но я съедаю много при продолжающейся атаке. То есть тут уже игры совсем нет, а король d7 это зевок фигуры. Король d7 ладья b5, просто как бы дальнейшее. Я просто хотел сделать 40 ходов, чтобы проверить, не забуду ли я, сколько у меня времени. Но как-то у меня было достаточно времени, чтобы еще тут, как сказать, защитил первый ряд, защитил второй ряд. Как бы совсем уже молодец c8, еще пошел конь d3, потому что у меня бесконечное количество времени в этой позиции. Выигрывает любой ход. Ну и в конце я еще и забираю эту последнюю пешку на ферзьем фланге сразу, поэтому партия все-таки закончилась. Субтитры сделал DimaTorzok,